Всем привет! Вы на канале профифутбол и сегодня выйдет такое более развлекательное видео, где посоревнуюсь со своим партнером в разнообразных, несложных, интересных и одновременно полезных упражнениях. Вам это видео, думаю, будет тоже и интересно, и полезно, так как вы увидите 4 легких упражнения, с помощью которых вы сможете и посоревноваться со своим партнером, и потренировать различные качества, и отдохнуть от тренировочного процесса. А это тоже надо уметь делать, иначе футбол вам быстро надоест. Ну а перед началом этого видео обязательно ставь ему лайк, ну и подписывайся на канал, кстати, тут впервые. Спасибо, а теперь давайте начинать. И первое упражнение. Вы должны пройти пол поля, контролируя мяч вверху, так сказать, набивая его. И кто быстрее это сделает, тот и выиграл. Если мяч падает, то вы делаете 3 шага назад. Это упражнение очень легкое, простое, интересное, и мы часто его делали всей командой в конце тренировки, что-то разыгрывая. А сейчас мы посоревнуемся с Максимом, который также очень техничный. Вы это увидите дальше, а пока соревнования. Это был самый такой интересный розыгрыш, хотя мы сыграли где-то раз 10, и все 10 я выиграл. Хотя нет, был один спорный розыгрыш, вот этот, где я пережал уже и подумал, все, выиграл. Но Максим резко ускорился и догнал меня, но все же потом упустил мяч из-под контроля, что делать так же нельзя. Нужно дойти до линии, контролируя мяч. Но в этом упражнении у него реально шансов было мало, так как я хорошо контролирую мяч вверху, и в таких соревнованиях в большинстве случаев побеждал, какой бы команде я не играл. Хотя все наши противостояния можно выразить вот этим вот моментом. Есть! Победа! Второе упражнение на остановку мяча. Тут вы разбиваетесь по парам, затем один подбивает мяч вверх, а второй должен его остановить. Кто лучше это сделает, тот и проходит следующий раунд. Это когда много игроков. Нас двое, поэтому победитель определяется сразу в каждом раунде, а судьи вы. Мы опять же сыграли несколько раундов, где-то раз 5, потому что реально интересно, и ты даже просто показывая упражнение, увлекаешься им, потому что оно и интересно, и заодно приносит пользу. Ну, а я покажу вам несколько раундов, а вы уже решите, кто выиграл. Куда ты, блин, в лава-тарги? Ну, блин! Но в комментариях напишите, кто на ваш взгляд какой раунд выиграл, а мы переходим к следующему упражнению. Итак, третье упражнение направлено на быстроту мышления и контроль мяча в воздухе. Расставляете по 4 фишки с каждой стороны, и затем у вас есть 2 касания. Вы должны принять и отдать мяч партнеру, а затем взять фишку. Кто быстрее их соберет, тот и выигрывает. Но если, допустим, ваш партнер первый начинает забирать фишки, как в моем случае, то у вас есть последний ход. Если же игрок ошибается в передаче, то он автоматически проигрывает. То есть важно отдать точно пас и в то же время успеть забрать фишку. В 2 касания для нас играть слишком легко, поэтому перешли на 1. Но это уже гораздо тяжелее, потому что успеть взять фишку довольно трудно. Так обычно играют профессионалы. Смотрите, как получилось. Максим быстрее забрал фишки, поэтому выиграл. И следующее упражнение очень хорошо развивает скорость, а также вы можете проверить свою силу и точность удара. Значит, два игрока встают параллельно друг к другу, мяч на линии, оба разбегаются, один бьет по мячу со всей силы, а другой должен как можно быстрее его догнать. Отмечаете, где догнал мяч первый игрок и затем меняетесь. Кто быстрее догонит, тот и выиграл. Итак, Максим вот тут остановил мяч. Вот, сейчас мы ставим камеру на это место и посмотрим. Считается длина поля, то есть по диагонали бить невыгодно. Вот, допустим, сейчас я ударил мяч по диагонали, он прошел большее расстояние, но на длине это никак не сказалось. Максим ударил мяч ровно, и я его догнал за примерно такое же время, но проиграл, потому что в длину удар у него получился дальше. Поэтому и важно бить не только сильно, но и точно. Ну а дальше я решил подшутить над Максимом, как будто выиграл я, но он все заметил. Я выгнал. Да что, вот тут было, что за хрень сегодня? Вот тут было. Вот камера параллельно, да, Сейв? Удиви, ковец. Я тебя разбудил. А вообще упражнение очень хорошо тренирует скорость, так как обычно рывки делать неинтересно и не хочется, а здесь в соревновательном процессе вы этого не замечаете и подсознательно заставляете ваши мышцы работать в полную силу. Затем я попросил у Максима реванш, так сказать, и здесь уже он ошибся, ударив мяч поверху, что также делать не стоит, так как в длину он сильно тогда не летит. И мне не составило труда быстро его догнать. А вообще упражнение очень классное, полезное и интересное. Всем советую попробовать. Но если вам понравился такой более живой формат, в котором я показываю разнообразные, несложные упражнения, то обязательно ставьте этому видео лайк. В комментариях пишите, какими упражнениями вы еще пользуетесь, когда остаетесь вдвоем с партнером. Ну а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!